Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Ну что ж, я официально объявляю на своем канале наступление весны, потому что первые фонтаны включены. Сегодня будет очень много стритстайла. Вот таким образом я вижу настоящих стритстайлеров. Если честно, я считаю, что мужчина должен выглядеть все-таки более мужественно. Но я всегда уважаю действительно людей, которые обладают достаточной смелостью, и фэшн-смелостью в том числе, чтобы одеваться так, как им нравится. Потому что одеваться так, как нам нравится, это прежде всего способ самовыражаться, поднимать себе настроение, при этом не затрагивая ничьих интересов. Посмотрите, какая интересная витрина. Этот образ кажется очень сложным. Издалека он может показаться пестрым. Но это очень наконечный образ, потому что то, что мы имеем в принте, повторяется в слоях одежды. Это прежде всего джемпер, но и также голубые тона и синие тона денима повторяются также в принте. И мы имеем снова обувь, которая ко всему подходит. Я имею прежде всего цвет. Бежевое пальто сегодня снова увидим, что на девушках, что на парнях, что на мужчинах, что на женщинах. И вот опять стритстайлеры. По-другому не могу сказать. Я выложила в инстаграм фотографию этих девушек. Меня многие спросили, явно не холодно ли девушке в босоножках. Я уверена, что и очень холодно. Но посмотрите, среди четырех хорошо и классно одетых подруг, она, конечно же, больше всего обращает на себя внимание. Это то, что есть дух стритстайла. Не всегда удобно, не всегда тепло, но очень классно смотрится. И таким же образом мы себя ощущаем в этой, возможно, не всегда удобной одежде. Недавно я ходила в парикмахерскую, и я обратила внимание на еще одну особенность мужского стиля здесь в Италии. Это, конечно же, стрижки. Пришел парень, я сначала не поняла, что вообще он собирается делать, потому что, на мой взгляд, с его волосами было все в порядке. Итальянцы очень чутко относятся к стрижке. Они никогда не ходят за росшими. С их волосами на самом деле все в порядке. И здесь я могу констатировать, что если раньше я думала, что за волосами следят именно женщины любого возраста, что молодые итальянки, что итальянки элегантного возраста, как правило, имеют укладки, в особенности, когда они отправляются на прогулку, то теперь я могу сказать, я стала обращать внимание, что и мужчины действительно подстрижены очень-очень здорово. Прежде всего, нет отросших стрижек. Ну что ж, меня попросили показать несколько витрин. Посмотрите, какая интересная витрина. Во-первых, казаки. Они до сих пор популярны. И думаю, мы будем их носить именно таким образом весной. Я уже говорила, что сапоги итальянки не очень носят зимой, но любят их ранней весной и также ранней осенью. И носят их вот таким образом, что называется, с голыми коленками. То есть, когда, казалось бы, уже можно перейти на более легкую обувь. Эта манекенная группа меня привлекла также тем, что посмотрите, насколько более выигрышны два образа, где имеются черные акценты, а левый образ, где такого акцента не было поставлено, смотрится более блекло. Обратите внимание, пожалуйста, на широкие сапоги. Если у вас есть ботфорты, вы можете спускать ваши ботфорты, и у вас получится вот примерно такой же эффект. Я свои ботфорты научилась носить таким образом, и мне нравится, как это смотрится, как я часто говорю. Нам повезло, современным модницам сегодняшняя мода очень и очень лояльна. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, я надеюсь, не слишком агрессивную музыку выбрала для этого стрит-стайла, но вот на самом деле просто захотелось какого-то ритма. Сейчас я покажу вам витрины, которые мне не нравятся. Я бы никому не рекомендовала так одеваться. Это витрина Miu Miu, вещи стоят каких-то баснословных денег. На самом деле я всегда очень спокойно относилась что к Prado, что к Miu Miu, что вообще к творению Miu Chi Prado. И могу сказать, что вот здесь мне вообще ничего не понятно. Я не люблю такой фонарик в руках, мне кажется, он мало кому может идти. Это обувь, но это вообще что-то, что-то невообразимо. Я уже показывала в прошлом видео подобную обувь. А такие сумки имитируют полностью пластиковые сумки, которые были выпущены лет 10 назад. Они у меня были. И вот противовес покажу вам витрину, которая мне очень-очень нравится. И хочу обратить ваше внимание, что это уже весенняя витрина, это уже весенний лук. И снова посмотрите, как лаконично, как красиво. Это тренч, который можно наносить как платье. И я так делаю со своими тренчами. У меня есть тренч черного цвета и бежевого цвета. Прекрасно наносятся на нижнее белье как платье. И посмотрите, как красиво. Компоновка очень лаконичная, не более двух цветов. Пуговицы по принципу контрастности сюда используются. Все очень красиво. И снова хочу показать вам бадфорты. Я очень люблю бадфорты. Это мега супер высокие бадфорты. И если они у вас есть, как я сказала в начале видео, вы можете их спустить и получить вот такое достаточно широкое голенище. Очень мне нравится такой оливковый цвет. Мне кажется, он много кому идет. Тренч стоит 395 евро. Если я вижу хорошо. И 385 евро стоят сапоги. Посмотрите, как на фоне пуховиков выделяется тот, кто носит пальто. Это может быть пальто мужское, пальто женское. Это может быть мужчина, либо женщина. Посмотрите, как мы выигрышно можем смотреться. Просто сменив характер верхней одежды, безусловно, если температуры позволяют. Снова показываю вам джинсовую рубашку. Дорогие модницы и модники, обратите внимание, что джинсовая рубашка смотрится очень хорошо и неожиданно, и крайне редко используется. Что модниками, что модницами. Кстати, я очень люблю мужские бабочки. У меня есть одна мужская бабочка, которую я ношу как раз таки с джинсовой. Я, по крайней мере, покупала к джинсовой рубашке в ближайших видео. Обязательно покажу, если не забуду. Кожаные леггинсы, либо брюки с шубой смотрятся очень хорошо, но и с пальто так же. Мы их встретим либо в этом видео, либо в следующей нарезке, которую я отсняла сегодня. Не успела снять спереди, с ракурса другого. Только со спины снимаю, но хочу сказать, что под белое пальто надета куртка, тонкий пуховик с меховой оторочкой. Посмотрите, как красиво. Вот так меня видят стритстайлеры, которых я снимаю. Я всегда стараюсь улыбаться. Я об этом говорила, чтобы показать людям, что да, мне нравится, как они выглядят. И на самом деле я редко у кого вызываю подозрения. Люди понимают, что я их снимаю. И часто они понимают, почему я это делаю. Потому что я часто говорю, когда мы одеваемся красиво, нам все-таки приятно. Приятно, когда это кто-то замечает. Ну что ж, вот такое видео у меня сегодня получилось. Был интересный вопрос, почему я прощаюсь на середине видео. Но на самом деле это просто, наверное, мой стиль. Хотя, возможно, стоит это делать действительно в конце. В конце хочу обратить ваше внимание на этот лук. Очень хорошо смотрится белая водолазка под бежевое пальто, но также черная тонкая водолазка. Это то, что мы можем действительно позаимствовать из мужского гардероба. Очень часто на витринах я показываю, как мужские луки закомпонованы. И водолазка черная, либо белая, плюс классический пиджак двубортный, либо однобортный. Ну и что ж, напоследок, небольшая подборка обуви. Сегодня она была необычной. Здесь хочу, конечно же, обратить внимание на брюки. Они очень-очень красивые. Я очень люблю такие дресс-кодовые брюки, как я говорю часто и характеризую именно так. Самые обычные спортивные обуви, либо а-ля спортивные. Я же на этом с вами прощаюсь. Желаю всем чувствовать себя на стиле, выглядеть классно, хорошо. За небольшие деньги, за минимум потраченного времени, без больших усилий. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Они идут денежки снять. Потом в Тайгерс, да. Ребята, не толкай меня.